Здарова, копать! И сегодня у нас Iron Fish. Это, по словам разработчиков, психологический трейлер про рыбок, пещеры и субмарины. Итак, за графони отвечает Unreal Engine 4, а игра у меня в Full HD на минималочках выдавала 45-50 кадров, что в принципе неплохо. Вот только разработчики решили сделать реалистичную графику, поэтому вода мутная, а в пещерах внезапно темно. Поэтому картинка, мягко говоря, не поражает воображение. Темные камни в мутной воде – это дело такое, на любителя. Я бы даже сказал на упор этого фаната. Возможно, это было сделано для создания напряженной атмосферы, но лично меня больше всего напрягала мини-карта, которая отображается не на худи, а просто в кабине. Ну ладно, это типа реалистично и можно потерпеть. Вот только она нифига не информативна. Вообще на нормальных картах как минимум ставят черточки, чтобы было понятно направление уклона, да еще и саму высоту подписывают. А вот поэтому куску интерфейса понять, то ли это гора, то ли дыра, вообще невозможно. В сочетании с кривым маркером направления и нулевой видимостью получается полный Iron Fish. Ну, нам же обещали исследования, так что по идее мы к этому должны быть готовы. А вот нихрена. Благодаря криво работающим скриптам вы будете раз за разом обследовать пещеру, чтобы просто по какому-то неведомому триггеру игра наконец соизволила выдать вам новую точку назначения. Ах да, про левел дизайн разработчики не слышали, поэтому придется возвращаться тем же маршрутом, к которому вы и пришли. Что поделать, вот такой вот реализм. О сквозных пещерах разработчики тоже не слышали. Я вот говорю слово реалистичный, но оно к игре не имеет абсолютно никакого отношения. А все почему? Да потому что разработчики не знают элементарной физики и делают игры про то, что никогда в жизни не видели. Вот смотрите, при повреждении лодки вода сразу начинает затекать внутрь. Конечно, через пробоину она в любом случае начала бы затекать, но уже после того, как давление воздуха упало. А это значит, что давление внутри лодки вполне себе атмосферное. И тут мы упираемся в игровую особенность, которая заставляет нас покидать субмарину. Что, по идее, должно приводить к декомпрессионной болезни. Это когда в крови образуются пузырьки газа, и ее последствия могут быть вообще летальными. В общем, это такая нанотехнологичная лодка и такой же технологичный дайвер, которые запросто могут на глубине в 500 метров входить и выходить, когда им вздумается. Круто. Еще в копилку багов стоит добавить прозрачных рыб, которые могут плавать сквозь текстуры. И акулы не исключение. Они могут проплыть сквозь вас, а могут атаковать. И что именно сейчас произойдет, предсказать практически невозможно. Кстати, после атаки они теряют к вам интерес, что очень реалистично. Да. Так, про графон сказал, про глюки сказал. А, тут еще есть сюжет. Мы будем играть за девушку, которой командует какой-то дядька. Вот, собственно, и все. Мы приплываем на маркер, видим там куски дайвера, девочка удивляется, мужик командует. Так и должно быть. Повторяем N раз, пока игра не закончится. И больше всего меня волновало то, каким же образом эти горе-аквалангисты протаскивали с собой лодки в эти довольно-таки узкие места. Вы сейчас наверняка скажете, что я долбан и нифига не понял. Ну, в принципе, так-то оно и есть. Но, блин, читать диалоги, когда у тебя кончается кислород, это малость нелогично. Тем более, что он реально может закончиться. Ах да, еще один глюк, на котором я и закончил игру. Мы выходим из субмарины посреди стаи акул и пытаемся запустить какой-нибудь скрип. И у нас заканчивается кислород, а обратно залезть и отдышаться почему-то нельзя. В общем, после нескольких смертей и перезагрузок я понял, что это очень круто. А долбиться в стену из багов желание как-то поиссякло. Так что же у нас в итоге? Наверное, это была бы очень крутая игра, если бы в нее добавили красочный графон, динамичный геймплей и менее стрёмный сюжет. А в чем же тогда ценность этой игры? Да в том, что с каждой копией 50 центов будет отправлено в фонд спасения китов. А знаете, как это работает? Разработчики будут сыты, поэтому не поедут их убивать. Вот и все. Всем пока и подписывайтесь, если хотите узнавать о игровых новинках.